Следующая информация будет полезна тем, кто планирует или уже обучается по программам среднеобразовательного или высшего образования. С 2017 года перечень студентов, которые имеют право на переход с платной договорной на бесплатную форму обучения, дополнился новой категорией. Тему продолжит Мария Климова. Федеральным законом об образовании в Российской Федерации предусматривается новый порядок перевода лиц, обучающихся на договорной платной основе обучения, на места, финансируемые за счет бюджетных осигнований федерального бюджета. В соответствии с одним из пунктов закона порядок перехода с платной основы обучения на бесплатную устанавливается Министерством образования и науки РФ. Ранее приказ Министерства определял такую возможность для студентов-отличников, детей-сирот, оставшихся без повечения родителей, имеющих одного родителя-инвалида первой группы или утратившие в период обучения одного или обоих родителей. В 2017 году приказом номер 315 Министерства образования и науки этот список был расширен. Право на переход с платного обучения на бесплатно имеет лицо обучающейся образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющих на момент подачи заявлений академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по плате обучения при наличии одного из указанных в порядке условий. Таким условием 16 мая 2017 года относится рождение женщины-ребенка в период ее обучения. К претенденту предъявляются требования о сдаче экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления на «хорошо» или «отлично». Также нужно учитывать, что переход с платного обучения на бесплатное возможен лишь при наличии свободных бюджетных мест. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...